Привет, я Анимэджик, и мы со всеми моими пятью питомцами заканчиваем наше путешествие на машине на море и возвращаемся домой. Сегодня мы с пупсиками выезжаем, мы сейчас на трассе сделали небольшую остановку, едем до Ростова. Мы здесь пробыли почти месяц, и я так мало снимала. Очень жаль, что я мало снимала, сейчас остановились посмотреть вот на белую скалу, я надеюсь, меня слышно, а там не ветер. Ставь лайк, если ждешь видео из дома. Чем больше лайков, тем быстрее новый ролик, пиши длинные комментарии, я на них отвечаю. И, конечно же, подписывайся на канал, ведь на 3 миллиона мы с вами заведем нового питомца. Кстати, видите порядок в комнате моих песиков и в их шкафу? И все это сделала не я, нет, у нас не появилась уборщица, просто мой друг подарил своей дочке карту Тинькофф Джуниор. И они приехали ко мне в гости, и она очень любит животных. Короче, папа платит ей деньги за выполненные задания, так что она с удовольствием убралась у моих питомцев. Это было задание, и получила как бы зарплату, причем не наличными, на которых всякая зараза, особенно сейчас, или мелочью. А у нее, как у взрослой, своя личная именная карта. Я так удивилась, ей же нет 18, и мне показалась идея очень классная, и так как я всегда делюсь с вами всякими такими штуками, я решила рассказать. Вот ты, подросток, заводишь себе вот такую вот прикольную карту, и в приложении видно все твои расходы. Потому что наличные вечно потратил, и сам не понял вообще, на что они ушли. Ну, по крайней мере, у меня так точно. Есть копилка, и там можно нормально копить деньги. Складывать их не в какую-то банку, а на счет, где ты видишь всю накопленную сумму. А карта еще и дает тебе 4% годовых. То есть в течение каждого года вот эта накопленная сумма у тебя растет сама по себе. И вот, твои родители ставят задания, а ты их выполняешь, и получаешь оплату. Сделал, заработал. Заодно понимаешь, что деньги не берутся из ниоткуда, просто так, а чтобы их получить, действительно, нужно постараться, да? Причем, когда ты тратишь деньги, ты обратно на карту получаешь кэшбэки от 1 до 30% за разные виды покупок. Наличные, кстати, снимаешь бесплатно. Это выгодно и для родителей, и кроме того, для них есть еще кое-какие классные преимущества. Так вот, сейчас Тинькофф проводит очень крутую акцию Back to School. Если бы классно такая сказала. В общем, оформляешь карту до 30 сентября и получаешь 5% кэшбэка на онлайн игры, фастфуд, супермаркеты, на магазины Ла Мода, Детский мир, Мвидео Эльдорадо, Читай город. Ты получаешь как бы деньги обратно во всех магазинах, где можно подготовиться к школе. А еще среди новых клиентов, кто закажет себе карту, Тинькофф разыграет полезные школьные подарки. Я бы думала, что это очень круто, так что оформляй Тинькофф Джуниор по моей ссылке в описании прямо сейчас. Тем более, что карта и обслуживание бесплатные. Вперед за выгодой, ребят. Погнали. Итак, это действительно последнее видео. Последнее видео из нашего путешествия со всеми питомцами. На днях мы выехали домой, но не прямиком, ведь путь очень длинный. Сначала мы заехали в необычное место, на Розовое озеро. И оно реально розовое, ребята, выглядит очень эпично. Я точно такого никогда в жизни не видела. Как будто вода покрашена. Она розового цвета. Я думала, что это только так на фотках в Инстаграме выглядит, когда люди пишут, что они на Розовом озере побывали, что оно какое-то розоватое, оранжеватое, еще какого-то оттенка. А дальше уже фотошоп или цветокоррекция. Но нет, оно реально очень розовое. Причем я читала, что это происходит не постоянно. То есть не круглый год оно такого цвета. Может быть, нам повезло, может быть, оно реально постоянно такое, я не знаю. Но это очень выглядит странно. Дело в том, что это какая-то соль определенная. Соль лежит в этом озере, и это озеро соляное. То есть оно очень соленое. Если засунуть туда руку в воду, достать ее, через время рука белого цвета покрывается солью. И на вот этих вот деревянных штуках, которые в озере находятся, на них выращивают соль. Эту соль потом собирают и продают. Короче, это такие соляные озера. И то, что вода в нем розового цвета, это очень прикольно и необычно. Говорят, там даже можно купаться, и даже кто-то купается, но обязательно после того, как ты вышел из воды, нужно ополоснуться другой водой, какой-то чистой. А у нас воды с собой чистой не было, поэтому искупаться в розовом озере мы не смогли. А обмываться нужно почему? Потому что вода дико соленая. Это сплошная соль. Еще и розового цвета невероятная. До сих пор своим глазам поверить не могу. После розового озера мы отправились в Ростов-на-Дону. Ростовчане, привет! Спасибо вам за раков, очень вкусно. Мы делали по пути остановки и помогали бездомным собачкам. Но так как запасы нашего корма у нас самих почти заканчивались, а никаким другим кормом, кроме платином, я своих собак не кормлю, пришлось покупать корм в ближайшем соседнем зоомагазине и кормить бездомных песиков им. И вот до дома осталось совсем чуть-чуть, и мы оказались в Ростове. Сидят в машине и охраняют машину. Юмичу одна из первых там лает. Там лает собака, и они тоже ей в ответ. Юми аж на соседнем сидении. Оттуда лает на всех, охраняет машину. Посмотрите на них, а? Позорники! Ночуем одну ночь в Ростове. Дети ходили гулять на улицу. Едем в лифте. Сейчас погодим в номер. Пока я пойду завтракать, посмотрите на этих пупсиков. Ночевали сегодня все в гостинице. Здесь дуо. Собаки до 5 килограмм бесплатно. Вот так вот. Дети идут кататься на вот таком вот теплоходе по Дону в Ростове-на-Даме. Первый раз все вместе, да? Ну, пошлите, пошлите сюда, сюда. Миш, давай, давай. Миш, сюда. Давай, давай, Миш, Миш. Вот молодец. Давай сюда. Пошлите. Вот здесь я говорю, что все мои четыре собаки впервые, все вместе поплывут на корабле, пароходе. Эйвен и Софи самые старшие плавали, а вот младшая Юми и средняя Миша вообще впервые в жизни окажутся на воде на таком транспорте. Не хватает только кисы Алисы. Она, кстати, с удовольствием осталась в номере в отеле и спала там на подоконнике, потому что немного все-таки уставала от длительных поездок в машине. Я сидела на этом пароходе, песики были со мной, кто-то на стуле, кто-то у меня на руках, потом менялись. Никто особо не нервничал. Было очень шумно, практически ничего не слышно, волны, гудение этого теплохода. И я думала о нашем путешествии. Как вообще оно прошло, и мне было жаль, что оно заканчивается. Но, с другой стороны, радость возвращения домой, ведь в этом путешествии мы провели целый месяц, ребята. Целый месяц с четырьмя собаками и кошкой в поездке на машине. Это было бомбически. Мне кажется, то, для кого это было самое невероятное путешествие, это киса Алиса. Она никогда не выезжала дальше нескольких километров из дома. А тут она целый месяц вместе со всей нашей большой семьей провела в машине, в разных домах, в гостиницах и, главное, увидела море. Миша, моя средняя собака, тоже впервые в жизни побывала в такой поездке. Она впервые увидела настоящее море, соленую воду, пляж, побегала своими лапками по камешкам. Впервые в жизни выбралась из дома так далеко и увидела столько всего и даже забралась на вершину водопада. Кто знает нашу Мишку и как она к нам попала, тот поймет, что это просто геройский поступок. Юмичу, самая младшая моя собака, уже видела море и горы, но для нее это тоже было первое такое большое и длинное путешествие. Тем более, забраться со мной на скалу, которая находилась в море, с вот этими страшными лесенками, тоже было челленджем. Софи, кстати, тоже первый раз преодолела такие препятствия и забралась на высоченную гору. А еще увидела дельфинов вместе со мной прямо в море диких. Если вы не смотрели все эти ролики, обязательно посмотрите их, это было офигенно. Она, кстати, сестра Эйвона и всего на год младше его, они очень взрослые. И вот Эйвон, например, в этом путешествии был уже не так активен. Эйвону, нашему старичку, как мы его называем, в кругу семьи уже 10 с лишним лет. Он был не такой активный, как девочки, ведь он болеет, у него проблемы с сердцем. И особо много двигаться и уставать ему нельзя, и уж тем более преодолевать какие-то суперсложные препятствия на жаре, где-то в горах. То есть гулять просто можно, но такие штуки для него не очень хороши. Он тоже гулял и видел море, и думаю, ему все равно понравилось. Пока мы ехали на пароходе, к нам постоянно подходили разные люди, фоткались, фоткали песиков, гладили их, в общем, обращали на нас внимание. В этом путешествии вообще все мои собаки часто общались с людьми разными. Это очень полезно для социализации. Конечно, часто хозяин ревнует своих животных к незнакомцам, но я старалась, чтобы они все-таки нормально относились к людям, но при этом не слишком доверчиво, потому что слишком доверчиво ко всем людям собаку легко украсть. Давай, 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 молодец, пойдем, пойдем, пойдем. Молодец. Миш, пошли, 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 пошли. Вот умница. Ну что ж, наша финальная прогулка. Все вместе, песики на пароходе. Получилось очень классное. Никто не пострадал. Кстати, если вы смотрели наше путешествие, то вы наверняка могли заметить, какая у нас была машина, насколько она была полная, сколько там было вещей, все вечно завалено пакетами, сумками, багажнике и на заднем сиденье. А назад мы поехали практически пустые. И это было очень комфортно, особенно ребятам, потому что мы с ними ехали на заднем сиденье. Чаще всего я со всеми сзади, и нам было очень часто тесно. А вот когда мы ехали обратно, нам было уже просторненько. Это последнее видео из нашего летнего мэджика, путешествия на машине со всеми питомцами. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, пишите комментарии, и увидимся скоро в новых видео из дома. Пока.